Принять участие в этнографическом диктанте и проверить свои знания об истории родного края мог любой желающий старше 12 лет. Аудитория у нас одна, в аудитории у нас присутствует 30 человек, и дети, и родители, и педагоги. Так как мы живем на нашей территории Ульянской области, мы все равно должны какую-то историю знать. Наши дети не все знают, и надо дополнить тот пробел, который, можно сказать, утрачен. Когда был основан город Симбирск, кто автор памятника Крамзину, где находится долина пионов? 30 вопросов на каждые три варианта ответов. Время выполнения заданий 45 минут. Знания проверяются в области истории, географии и культуры нашего региона. Я считаю, что подобные мероприятия полезны для общего развития человека. Они позволяют проверить свои реальные знания, указать на существующие проблемы. Я считаю, что эта акция способна вызвать желание у граждан России изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Проверкой тестов будут заниматься в областном центре. Результаты этнографического диктанта станут известны после 25 апреля. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова